Кто вращался к вольбаму? Кто-кто? Неравнодушные граждане, наверное? Как вы думаете? Нет? Не полиция же, которая должна была пресечь и выявить это вот всё. Давайте я вам даю, вот смотрите, угощайтесь рыбанькой. Можно вопрос такой? На себя посматривайте. Ландровер, можете составить... Как майор, так глупый какой-то попадает. Я не понимаю, что это такое. Вы можете выполнить статью пятую, по-моему, пятую? А вы? Я нет, не обязан. Что такое... Выполните, пожалуйста, что-то. Да, что вам нужно сказать? Что вам нужно сказать-то? Что вам нужно сказать? Ну что, продолжайте. Звезда, что ещё? Звезда? Уже звезда, уже стал звездой. Очередной майор стал звездой. Евсюков ваш родственник, нет? Вы стесняетесь фамилии, потому что у вас фамилия Евсюков? Евсюков у вас фамилия, скажите мне. Чего вы стесняетесь? Майор был такой же примерно. Не представлялся, стрелял просто в граждан, не представлялся. Тыкайте. Я буду тебе тыкать, потому что ты для меня никто. Тебе тычьте. Я тебе сейчас тык. Это ты никто. Это для меня никто. Смотри на него, хамло какое. Хамло это вы. Понятно? Хамло это ты. Это вы хамло. Невоспитанная. Невоспитанная? Да. Скоро будет ты. Скоро будет ты. Скоро будет. Какого перепугать? И что, далее пистолет и все-таки уже... Да что ты? Король камыша? Король камыша. А так, как ты себя ведешь? Пришел. Не представляешь. Я говорю, представься, кто ты есть вообще. Как с тобой разговариваешь? Представляет сотрудник полиции, когда он обращается, а не когда к нему обращаются. Не обязан. Правильно? Да, не обязан. У меня есть нагрузный бетон. Так я тебе спрашиваю, есть у тебя или нет, если ты так говоришь? Если ты не знаешь законодательства, как с тобой разговариваешь? Я разговариваю. Кто бы тебя на службу взял, вот скажи, если ты говоришь, что ты не обязан мне представляться? Представляете? Вот если бы я знал, кто ты есть, может, я с тобой бы вежливую разговариваю. А так, как для меня Хамло. Хамло это ты. А что ты мне тыкаешь? А что ты мне тыкаешь? Я могу, а ты нет. Да какой-то, с какой-то радостью ты мне можешь тыкать. Ну, захотел. Ты представься мне, Хамло, как тебя зовут? Я вижу. По-вежливой, по-вежливой. Просто он сейчас как начнет стрелять, мне это не хочется. Правильно? Он умеет стрелять? Навряд ли, но... А как с ним разговаривал? Он проверил. Он проверил. Попробуй. Провоцирует. Провоцирует. В стволу дотянитесь. А вы зачем на тротуар своих? А вот это зачем на тротуар? Ты прийми меры, чтобы он не стоял на тротуаре. Чего? Не инспектор ДПС. А, ничего страшного, да? Понятно. Плевать на заход, да? Это вы плюете. А кто водитель-то этого? Я бы плюнул, у тебя свол есть. Пожалуйста, представь. Вот жене покажешь перед сном, мужика увидишь. Меня, можно сюда, пожалуйста. Лендровер. Ну ты же меня снимаешь. Ну, так я говорю, жене покажешь мужика увидеть перед сном. Нет, я ютуб покажу. Покажете, да. Ютуб покажешь. Показывай. Подсветку себе взял. Молодец. Уважаемый майор. Ну, уважаемый, конечно, в кавычках. Ну-ка, скажите, пожалуйста. Нет, у меня к нему в апреле просто уважение. Он все-таки в погонах, да, с российским флагом. Или российского флага уже нет? Нет, уже нет. А, есть, есть. Так вот. Я вам предлагаю заняться делом, вместо того, чтобы заниматься препятствами с гражданами, обсуждать всякую фигню. Хорошо? Оставаться, прежде всего, человеком, да, и обращаться к людям, как это положено. Слушайте, как вы заслужили, так и... Ну, это тоже был председатель. Как вы заслужили, так и граждане к вам обращаются. Я не должен председатель, не я к вам обращался, вы меня... Если вы неграмотный, вы будете привлечены к дисциплинарной ответственности. Правильно. Вот и все. Правильно. А если бы ты представился, я бы знал, с кем я общаюсь. Может, это как этот, клоун. А какая разница? Можно было по-другому это сказать. А, падать ниц. Может быть. Майор, я понимаю, что вы привыкли, что к вам на коленях там ложатся, не знаю, ниц падают. Да потому что. Ну, вы сами не исполнили закон о полиции, теперь требуете. Мы от вас требуем сейчас принять меры к правонарушению. Ты, а вы? Да ты для меня ты пока не представишься. Я, меня Саша зовут. Саша? Да. Он вам представился, удостоверение показал, в отличие от вас. Мне он ничего не показывал. В смысле? Ладно, хорош. С этого бульвара сбежал. Слышно? Сто процентов. Повернулся оружием ко мне. Для чего? Провоцируешь меня? Для красоты. Такой значок у нас интересный. Кто может? Звоните в ГУВД. Может 13 210. Мир на ХАМа. То есть ты не обязан представляться, правильно? Нет. Нет? Нет. Я к вам не говорю. Слушай, а когда ты выучишь закон номер 3, статью 5, пункт 5 запустите? Когда вы Конституцию знаете будете, будете знать, как обращаться. А вы сами ее знаешь? Конечно. Ну как с тобой обращаться, если ты уже неграмотный? Смей, поехали. Уехали? Конечно. А это вам дежурный такую команду дал, да? Уходить. А вы не хотите хулигана-то поймать, нет? Который тут угрожал? Какого хулигана? А я вам сообщил, какого? Вы бездействуете, да? Заявление о административном правонарушении вам оставить. Приняйте, пожалуйста. Присаживайтесь в машину, выключайте камеру и пишите заявление. Вы требуете мне такое принять? Я вам предлагаю. Вы не будете на улице. Нет, я отказываюсь от такой просьбы. Принятие устного заявления. Здесь, на улице будет? Да, конечно, мне так удобно. Вы будете писать? Нет, вы будете писать. Я не могу мне камеру выключить. Нет, нет, нет. Вы хотите заявление написать? Я делаю, я не написать, я делаю заявление. Сделать заявление вам. Обратиться. Делайте заявление, я готов сейчас написать. Это вы вот так приготовились? Конечно, я сейчас буду писать, естественно. А как вы думаете? Сидя в машине будет? Корон не жмет, нет? У меня документы в машине. А граждане у вас, то есть, быдло какое для вас? Ну, я просто думаю сейчас, наверное, наводить. Придет сюда участковый, сок вам не приедет. Никто не приедет? Сок не приедет, придет участковый, освободится. Как фамилию участкового? Не знаю, кто там. А вы оставите эти продукты просто так, да? Мы этим не занимаемся. Не надо заниматься, я прошу вас обеспечить сохранность жизни и здоровья граждан, тем самым изъять из продажи эти продукты. Я этим не занимаюсь, я еще раз. То есть вы не обеспечиваете безопасность жизни и здоровья граждан? Я не занимаюсь, изъять. Почему моргать на тротуаре? Вы тогда предотвратите, чтобы они не продавали эти продукты. Вот сейчас приедет участковый и будет этим заниматься. Я вам предлагаю не нарушать правила дорожного движения. Ну что наехали на человека? О, ДТП. Стой, ДТП. ДТП, сейчас скроешься, без прав останешься, ты что? Мы вам хотели сказать, что это тротуар. Слушай, я понял. А ты на каком основании меня снимаешь вообще? Что? Хочу. Ты на каком основании ездишь на тротуаре? Нет, я понял. Ты зачем меня снимаешь? Я хотел проехать, припарковаться. Зачем меня снимаешь? Это тротуар. Ну, я вам попросил уступить. Ну, мы вам хотели сказать. Пожалуйста. Я хотел машину припарковаться. А зачем мне мешать на дороге сойти? Где вы? Это не дорога, это тротуар. В смысле? Сигнал нельзя подавать? Нет. Сигнал нельзя подавать. Ну чего? На тротуаре меня ударил на гритке. Попросил. Тихо, на себе. Новые штаны. Это все просрочено, рыба? Да ладно. Здесь магазин, что ли, просрочен? И срок-то большой. Ну, у некоторых до начала декабря просрочено. У этого, по-моему, до 35-40 дней. Что-то, что ты делаешь? Да нормально. Это изготовлено 3 декабря. Хранение. Ага. Я прошу свои извинения. Вот честно, у нас просто... Все сразу выздоровели. Я все. У меня реально не было сотрудников этих сотрудников. Я не успела дойти и с ним прослать. Я только с больничного... С семнадцатого года просрочено, представляете? Сейчас девятнадцатый год. Я магазин только поняла, второй месяц я не дошла ни до чего еще. Ничего не успела сделать. А мы за 20 минут дохлевить. Это все отмазки. Это все отмазки. Отмазки. Но мы за 20 минут нахлевить. Правильно? Больше толку. А это стоит всего в день. Уделяйте этому, не знаю, 10 минут. Понимаете? Если бы один-два товара, это понятно. Бывает, всякое бывает. Мы ничего не говорим. Но это, блин, полмагазина реально. Тем более, магазин у вас небольшой. Мы просто знаем, как это все делает. Знаем, как за 20 минут. Это все отмазки. Один человек за полчаса может проверить весь магазин. И 90% что у вас вообще ничего не найдут. Понимаете? Один человек. Когда мы находим, допустим, у вас упарите какие-то, или там, одну единицу, мы даже, ну, просто замечание делаем, мы уходим. Но когда вот такая гора просрочки, когда выходит какая-то обезьяна, и мне начинает мать. Детское питание, понимаете? Я считаю, что я тебя сейчас убью здесь, так, ну, пошли. Знаете, что он такой мужчина? Ну, мужчинам бедом все пытался углажать всем. Зачем вот, да, действительно, зачем он там матом орал? Зачем он убракал? Он поговорит с сотрудниками, чтобы не дать вести их. Не, ну, если как бы, ну, не знаю, там по каким-то там понятиям живет, да? Ну, по понятиям детей травить, или по понятиям, вон, людей детское питание продавать. Ну, вот, видите-ка, это по-любому, это не то, что там закон такой жестокий у нас, глупый. У нас закрылся магазин, молодые люди не хотят покидать его. Не хотим сейчас. Говорят, что мы будем работать здесь полглосуточно, мы матерят и оскорбляем. Что? Именно вот этот молодой человек. Из материнга? У нас идет закрытие смены, говорю, пожалуйста, отойдите в другую сторону. Заявление будете писать? Будем. Конечно. Именно, пишите, чтобы матом ругался. Будем, да, что вы оскорбляете людей. Есть ли? У меня пугает, да. Снимать, я из обычных. Да, Павел, мне пугает. А удостоверение есть? Меня пугает. Меня пугает фамилия этого Чоповца. Она очень напоминает мне Васюков, но вот очень сильный. У него фамилия оскорбительная или что? Мне не хватает у мозгов, чтобы самому как-то формулировать там оскорбление, а то и что ему подсказывать. Вы выше считаете этого человека? Считаете его ниже намного себя по уровню знаний, да? Упостеренки есть с собой? Есть. Покажите, пожалуйста. Почему я тебе уже показываю свою астеренцию? А почему мы с тобой на «ты»? Ну, предъявите мне вы свое удостоверение, что вы можете иметь право за с ним. А я Павлик, я Павлик. Ладно, сейчас я вам покажу. Я Дима. А, удостоверение покажешь, да? Да. Вот ему покажете, если вы все время покажете? Сейчас пойдем машину покажете. А с собой нет, да? Зачем-то мой паспорт покажете? Паспорт, что на нем написано? Что? Здесь федерация. Ну, все, удостоверились, что гражданин Российской Федерации. А вы экзамены сами сдавали, да? Так что гражданин Российской Федерации требует от вас предъявить. Не надо его передавать даже уроки. Предъявите, мы проверим его настоящий. Может быть, вы просроченный. Часто встречаю просроченных сотрудников. Кстати, предыдущий Дельты был. До 15-го года был просрочен. Опять на ты, да что ж такое? Я с вами тоже не пила не буду. Я жду вас здесь, на месте совершения преступления. Ну, я здесь спросил, я тут у вас и буду усырять. То есть у вас при себе его нет, я правильно понял? Так, ну что, у нас новые блогеры появились. Подписываемся на канал. Какой у вас канал? Да, кто будет? Александр, пойдемте. Вот здесь, так. 18-го года, а перевените страничку. А, все что ли, не продлено? Не продлено, я работаю в этом году только сделаю. Ну, стоп. Не-не-не, 18-й год, вот, годен до. 8-го августа, 18-го года. 8-го августа, я сделал. А, и тут что? А, 23-й, он 13-й. Думаю, как раз 5 лет. А, ну, все тогда, все. Ну, с собой надо, носи просто это административное правонарушение. Всего доброго. Начал в службе нелегкой. Вот, вернулся, показал. Ну, нормально. Ну, надо с собой носить все. Выкрутился сразу так. Не будем его привлекать. Пока что. Хотя и нарушал. Да. Сотрудник полиции. Майор полиции Старцев. Жетон мой, вот он. Старцев? Да. Это вы сейчас мне это говорите? Ну, вы же хотите заявление. Ну, вы не обращаетесь. Ну, кому? Я не знаю, как вас зовут. Если вы ко мне обращаетесь, предоставьте свое удостоверение. Так вы ко мне обратились. Плицейский. Он вам намекает на то, что документы требовать у заявителя вы не можете. А как я должен удостоверить? Так спросите у него. Спросите у него. Я у него и спрашиваю документы. Почему документы? В смысле? Не документы, а... Я вам все продиктую. Все мои данные продиктую. А как я удостоверю? А зачем вам удостовериться? В смысле? Ну, зачем? В смысле, зачем? Часть первой статьи 13 Федерального закона о полиции. Это не аноним. Аноним, это когда он... Действительно, данный гражданин. Аноним, это когда он отказывается дать. И это не препятствует принятию у него заявления. Это мне не свои данные установить. Какая вам разница? Какая разница? Какая вам разница? Зачем он заявитель... А потом мне полиция будет его искать? Зачем заявителю давать другие данные? У нас презумпция доверия к заявителю. Нет. 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 Сошлитесь на закон? Нет. Я на коленях перед вами извинюсь. Нет, я не буду. Если за заявителя вы можете требовать документы. На коленях вот сейчас перед вами извинюсь. Если сошлитесь на закон. Я не требую. Не требую. Я не требую. Пусть он мне просто покажет, что это действительно он. Нет возможности. Он вам продиктует данные. А заявитель требует документы, вы не можете. Я сначала проверю вас. Можете сначала проверить. Будьте любезны, листочек. А служебной книжки нету? У меня книжка есть у меня. Она у меня не нужна, своя зима книжка. Понятно. Будьте любезны, данные сыры. А можно я свои данные не буду разглашать предпосторонним? А кто здесь посторонний? А он не посторонний? Он нет, я ему доверял. А я доверяю, это сотрудник магазина. Я его представитель. А она третье лицо. Я сейчас даю свои данные. Напишите мне на листочке, не надо. Давайте вслух. У меня рука была. Будешь принимать? Пишите, пожалуйста, чтобы она вышла из него. Зачем? Это ее помещение. Я не могу ее вырезать. Я буду на лестнице стоять, писать на колени. Вы вообще что добиваетесь? Вы выполнили закон. Вот я выполняю, вы не хотите. Вы находите миллион причин. Удостоверение почему не предоставляете? А потому что не я к вам обратился, а вы ко мне обратились. А сотрудник полиции предъявляет документы, если он обращается, требует с граждан прекратить противоправные действия, либо при проверке документов, если есть на то обстоятельства. В данный момент вы являетесь заявителем, и вы ко мне обратились. Вы ко мне обратились. Не я к вам обратился. Есть у меня нагрудный жетон. Я вам представился. Свою фамилию я вам назвал. Когда вы представились? Когда вы попросили сейчас. А там внизу? А там вы мне что, просили? А что, не просили? Не просили? А что тут смешно? Что я не просил вас представить? Ну, надо оставаться до конца человеком, когда вы просите, а не обезьянничать на камеру. То есть, я свое удостоверение вам не показывал, не представлялся, не показывал? Мне вы конкретно свое удостоверение не показывали. Конкретно мне. Консультант залез, если кто понял, что должен представиться. Там-то покровал. Дежурный, наверное, позвонил. А я должен представиться? Да. Пойду представлюсь. Как-то по ветре сейчас ходил. А то сейчас опять у следственниками тех, они... Опять капитана. Разжал. Аспекцию повесим со стороны. Да. Вы же, наверное, грамотные люди, умные, да? Влечет вас, да. В YouTube выкладывать не буду. В соцсети. Будем. Как? А я вам запрещаю. А, ну все. Запрещаю одного внизу. Да. По барабану. Доречка майор, вы прежде чем слушать вот дебильные приказы, которые вам доводит руководство. В смысле? Ну, потому что мы знаем про... Вот этот фильм ваш. Вот этот эфи. Получающий. Получающий. И вот эту вот разнарядку, то, что вам прислали. О том, что всем запрещать выкладывать в соцсети, это все дичь. Давай поговорим. Что ты его прикаешь? Выключи. Нет. Ну, если вы хотите по-человечески поговорить? Если вы хотите по-человечески поговорить, то... Ну, вот ты по уставу не можешь. Даже по приказу не можешь. Нет. Откуда ты знаешь? У меня 43 года. Ну, твои же данные. Нет. Откуда ты знаешь, это мои данные? Ну, это мы сейчас проверим. Проверишь. Проверишь. Проверим. Может, ты вообще... Может, я вообще... Да. Откуда-нибудь приезжу. Да. Скорее всего. Не тормозил здесь лишний раз. На, вот, смотри. Понятно. Вижу, вижу, вижу. Регистрация даже нет. Вижу. И что ты сделаешь? А сейчас проверю. Проверю. Эти данные, не эти данные. Молдавия. Ё-моё. 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 Молдавана, что ли, окно числе? Нет. В другом. А как? Как и всем гражданам. Ну, так... А чё ты? Молдавия. Ё-моё. Чё сам? Молдавия. Ё-моё. Ё-моё, Молдавия. Ё-моё, Молдавия. А чё нет-то? Твоё? Да. Чё, в Молдавии такому лучше кажется? Не только такому. Такому? Да ладно. Я с ума справилась. Молодец. Там такому явно не лучше. Да потому что... Такое... Таких бы как ты там уже... А кто детское питание просроченное продаёт? Там что бы сделал? Продавцу-то можно говорить чё. В принципе, да. Что бы сделали таким-то тем? Я только что оттуда приехал и что? Вот прям неделю нельзя. И то же самое там нашёл. И что? Что-то не сделали. Так, документы вы предъявлять мне не будете, да? А это что сейчас было? Нет возможности. Нет возможности, да? Да. Нет возможности вас убедить в том, что вы должны были прочитать паспорт, который я вам предъявил. Он же вам паспорт предъявил только что. Ну и что? Без регистрации. Нет, у него регистрация. Он же сказал вам, сообщил. Бомж. Бомж. Паспорт без регистрации. О, о как. Бомж. Бомж. Что, бомжом быть зазорно? Нет, это административная статья, да? 18 с 8, да? Бомж? Ненахождение в городе Москве без регистрации. А, ну так привлечить именно. Ну, значит сейчас привлечём. А ну-ка, я посмотрю, как вы это сделали. А как вы мне посмотрите? Пупок есть? Не знаю, есть пупок. Не развяжется? Завязано. А ну, посмотрим. У вас есть регистрация в городе Москве? Да. А у вас? Нет, у вас есть? У меня тоже. У вас есть? У меня? А зачем мне регистрация? А ему зачем? В смысле? Ну ему зачем регистрация? Если он гражданин другого государства. И что? Гражданин другого государства. И что? Нужна регистрация? А как нет? Нет. Слушай, на чемпионате мира у всех была регистрация? А при чем не чемпионат? Приезжало тысячи людей. Я приехал на чемпионат мира. Чемпионат мира закончился очень давно. Забыли писать. Ладно, давайте быстрее. Я не спешу. Максимально короткие сроки административные процедуры должны выполняться. Так это 736 приказ. Это не для моё. Это кем регионы? Это для сержанта. Кулакульцевым. Или он вам не указ? 736 приказ? Да. Угу. Куда я, говорит, так. Столь на пятую только мне дежурный сейчас разъяснил. Дежурный. Ты, говорит, не знаешь, что такое 736 приказ? Проверь мне, пожалуйста, Лен, человека одного. Не диктуй мои данные в слоте. По незащищенному каналу связь. Отлично. Да, майор. Предустрою, да, такая? Преступность. Дорогов. Психованная, говорит, кассу очень разбила. Дорогов. Кассу грабануть или нет? Александр Борисович. Кто идет? Только российский паспорт или молдавский тоже есть? Московский, нет. Московский паспорт. Гражданка Молдавия. Я гражданка России. Родилась в городе Олексин. Здесь? А что берите в Приднестралянке? Ну, просто так. Пришлось пожить. А то так скоро блин, как и всюков поступит. Кто зазлится. Это кассу ломает. Ну, вы только с камерами способны разговаривать. А давайте без камер. На Рим пойдемте? Да легко. Пойдем? Давай как мужик, вот реально. Легко. А вы ведете себя как мужчина? Извиняюсь за вопрос. С кем? Вам мужчина нужен? Мне не нужен. А что же это? У меня есть. Просто мне интересно. Вы оскорбляете? Вот всех сегодня пооскорбляли. Кого он оскорблял? У меня. Меня, допустим. Как вам оскорбили? Кассира вы оскорбили. Каким образом, если у меня запись все время ведется? Мне все время. Вы ее отключаете, когда вы наносите оскорбление. Да? Да. А знаете, что склейка монтажа? Она заметно. Любимый орган. Ну, вот это проверится все. А как он вас оскорбил еще? Конечно. Как он вас оскорбил? Каждый вас оскорбил. Она сейчас придумает. Я не думаю. Девушка. Я в заявлении все указала. Я в заявлении все указала. Анастасия. В Анастасии? Придет время, она разговаривает. Анастасия. Анастасия. Придет время, ровно 30 суток. И вам скажут, идите вы с этим заявлением в дворе. В восставшие Анастасии. Какая причина вызова полиции вашей? Еще раз. Анастасия. Выявлены просроченные товары. Приобрели просроченные товары, потом пошли, посмотрели в магазине. На самом деле оказалось очень много. Несколько телег. Угу. В том числе детское питание. Стало вырывать и съедать все. Уничтожая просрочку. Но поместилось все в нее. На Приднестровье в четырнадцатом объедало солдат, наверное. В военторге работала у вас? Анастасия. Судя то, как вы придумываете истории, вам надо Дарье Донцовой записаться в адъютанте. Обязательно. Не сомневайтесь. Майор, так что, прописку будем? Штрафовать меня. У пилона на Анастасии есть прописка в Москве. Паспорт московский. Еще не заработал. А больше ни у кого нет. Сколько заработаешь? Что не заработал? На квартиру, наверное, не заработал. Сколько заработаешь? Ну что ж, мы бедные. Ну да. Мы же просрочки не торгуем. Ну конечно. Я не служил. О, плохо. Прислугов не ходил. В армии не служил? Нет. Как все упущено? Упущено. Упущено, будешь? Потому и хожу в людях, а не в майорах. Да. В людях? А. В людях? Ну нет. А ты же как попал там? Залетел что? Был подполковником? И он тебя сделал майором? Бредко это сделать. Покрестил. Ну если подполковником быть? Ответственность за несанкционированные продажи. Там целая папочка есть. У них там это должно быть. У них, кстати, здесь должен быть, как сегодня, журналисты лежат. Да, да. Так, что с паспортом делать? Рвать его и выкидывать. Паспорта нет у вас, да? Я же вам показал паспорт. Ну давайте я данные с него буду записывать. Давайте с него. Паспорт. Анастасия, а как он вас оскорблял-то? Называл ее Настей. Анастасия, там чтобы запись ввела, нужно кнопочку нажать. Понимаете? У вас свободное место заканчивается, и там нужно кнопочку нажать. Вот, вот теперь ведется запись, правильно, вот. Анастасия, вы еще толкнули полицейского, применили насилие к представителю власти, 318 часть 1. Я надеюсь, мы не испытали боль. У меня прям, хорошо хоть боль не причинили, действительно. Ну если причинили, квартиру можно получить. Подумайте. Нет, нет, это... Согласен. Масштаб трагедии, вот это все про срок. Вся рыба практически про срок. Вообще пипец, вот это все про срок. Детское питание про срок. Смотрите. Все вот это про срок. Это улица Юных Ленинцев, дом 101. Вот это все про срочка. Просрочка. Вот это, вот это. Подписывайтесь, короче, на канал. Поставьте этому видео лайк. Расправьте это видео в соцсетях. Нажимайте на колокольчик. Ну и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм канал. Ссылки будут в описании под этим видео. Все. Всем удачи. Всем пока. Борейтесь за свои права. Субтитры сделал DimaTorzok.